Взамен погибших деревьев новые саженцы, клены, березы и рябины высадили на аллее по улице Академика Королева. Не помешает ли непогода прижиться зеленым насаждением? Константин Гришенков расскажет. Зеленых насаждений в центральном районе Челябинска не так много. И тополиная аллея – излюбленное место для прогулок у местных жителей. Вооружившись лопатами и ведрами, 20 волонтеров компании «Газпромнефть» вышли на ее озеленение. Волонтеры нашей компании озеленяют не только территории наших АЗС и нефтебаз, но также и регионы, где пребывает наша организация. По просьбе жителей района сегодня мы озеленяем тополинную аллею. Дело в том, что здесь много деревьев погибло, и поэтому мы решили здесь возобновить эту красивую аллею. С предложением озеленить город компания «Газпромнефть» обратилась в администрацию центрального района. Территорию помогли выбрать жители района. Те объемы, которые идут через акции, они не закроют все объемы города, те потребности, которые мы сейчас имеем. Но здесь важно как раз именно такое психологическое составляющее – участие самих людей в озеленении. Соответственно, это уже другое отношение жителей к городу. В числе жителей района и Надежда Фролова. Женщина 40 лет проработала в лесном хозяйстве и с интересом следит за работой волонтеров. Надежда Фролова уверена, что клёны, березы и рябины украсят аллею. Приятно выйти на улицу и увидеть зелень. Хотя мы и так в кругу зелень не живем. Но зелень никогда не мешает. Больше воздуха, больше кислорода. Уже весной 40 новых деревьев будут радовать местных жителей зелеными листьями. Константин Гришенков, Денис Киселев, Видали Пастухов, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова